Здравствуйте, дорогие наши зрители! В эфире программа «Честное мнение» в студии Лев Бахолдин. Светлана Владина. Знаете, программы вчера не было, ну, не по нашей вине, просто прямой эфир с лекцией Алексея Ильича Осипова затянулся. Я не думаю, что вы очень расстроились, во всяком случае, это было полезно. Ну, а сегодня мы снова с вами, и тема для обсуждения вновь предложил наш зритель по имени Николаевич. Тема следующая – «Вразумление». «Прошу поделиться», – пишет он зрителей, – «историями из своей жизни или из жизни ближних, где четко можно проследить перемену в мировоззрении, мнении, поведении человека, что называется после вразумления. Я имею в виду не только приход к вере бывших атеистов, но и вразумление человека из церковной среды». И правда, полезно вспомнить и осмыслить, как через людей или обстоятельства жизни Господь вразумляет нас и наших близких. Ждем ваше честное мнение по телефону 379-65-70, код города 343. Пишите нам ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». Многие написали уже, благо два дня было на этом. И, конечно же, начнем с форума. Татьяна Викторовна пишет «Здравствуйте, дорогие. Нам дарована такая возможность – перевод времени на час назад. Так давайте же использовать этот утренний час для молитвы. Организм уже привык рано вставать, а молитва наполнит вот такой благодатью. Считайте это моим вразумлением». Спасибо, Татьяна Викторовна. Прекрасное вразумление. Ну, на самом деле, это ведь тоже тема для разговора. Чем заполнить образовавшийся лишний час? Он может стать совсем даже не лишним. Конечно, можно просто выспаться после одной напряженной рабочей недели и перед другой. А можно вот и последовать совету нашей зрительницы. Например, на раннюю литургию будет сходить уже гораздо проще. Стыдно теперь не последовать. Надежда пишет «Добрый день. Всю жизнь каждый день вразумляет. Боялась утонуть? Подружка шуткой почти утопила. Господь со дна поднял. Боялась пожара? В 1996 году полностью загорел дом. Жили в землянке. Боялась из-за боли рожать? Всех трех детей родила без обезболивающих лекарств. И этот список можно продолжать до бесконечности. Я считаю, что нас не убивает, делает сильнее. Слава Богу за все». Да, ну и можно вспомнить, как говорят, самые распространенные слова Спасителя в Евангелии. Не бойтесь. Да, никого не бойтесь. Что еще зацепило? Еще пишет «Николаич, вы не один. Вместо разговоров начните себе». Это, знаешь, к одной из предыдущих тем относится. Дорогие зрители, давайте не будем обсуждать какие-то посторонние темы на площадке программы «Честное мнение». Потому что Светлана Владина же редактирует нашу группу. Вы представляете, сколько времени уходит у человека на то, чтобы лишние разговоры отсеять? То есть мы же в эфире их читаем, эти разговоры. Эфирное время тоже такое довольно ограничено. Ну, в общем, было бы хорошо, но не так страшно. Я, в общем, не жалуюсь. Дорогие друзья, а вот на самом деле, неужели ни у кого не было случаев, которых хочется рассказать в разумлении? Кстати говоря, это же бывает по-разному. Вот, например, случайно промыслительно вчера наткнулась на историю, которая произошла на рубеже царской и советской власти. Это было, может быть, в годах в 20-х. История достаточно известная. Когда некий комиссар, пришедший разорять храм, начинает палить по иконам и восклицать, «Ну где ваш Бог? Где? Пусть он меня накажет!» И кто-то из верующих говорит, «Так уже наказал!» «Да что это? Так ума лишил!» Вот, на самом деле, они и такие бывают в разумлении. А бывают и более мягкие. Вот, на самом деле, у меня вчера было в разумлении. Честно говоря, не знаю, как вы к этому отнесетесь, но для меня это было явно. Работа строится очень интенсивно на телеканале. Планов вообще громадьё. И они такие, что я просто была достаточно напугана. Но вчера, может, сидит и смотрит битву за Москву. И диалог... Простите меня за эту параллель. Но для меня это было как в разумлении. Господь, может, немножко даже и пошутил, сказав, «Ну и что? Ну и что ты переживаешь?» «Всё будет нормально». Диалог маршала Жукова и Рокоссовского. Когда Рокоссовский говорит, «Люди валятся с ног, они больше не могут, надо отвезти войска». А Жуков говорит, «Стоять насмерть». И в общем, в результате он оказывается прав. Кто в теме, тот пойбёт. Я поняла, что и у нас тоже, если стоять насмерть, то тоже всё получится. А главное, люди вразумляются чаще всего на пределе. Просто по наблюдениям оказывается, что для того, чтобы человек что-то понял, нужно, чтобы он дошёл до какой-то крайности. И, видимо, чаще всего через скорби. Хотя я надеюсь, что я не прав, и кто-то нам позвонит и скажет, что я вот вразумился. Сначала поверил, сделал что-то по вере хорошее, помолился или совершил какую-то милость. И вдруг произошло что-то, что меня вразумило. Но чаще всего люди сообщают о том, что они были не очень хорошими, и Господь вразумил их по скорбям. Сергей Суслов пишет, «Собственным примером человек спасает ближнего, если человек заботится о спасении другого. Спасайся сам, и возле тебя спасутся тысячи. В былые времена, чтобы друг друга не соблазнять на грех, люди одевались скромнее, вели себя в обществе спокойно и доброжелательно, так как осознавали, что если большинство будет здоровым, то и больные, пораженные грехом, исправятся». Один святой сказал, что предвестником будущего апокалипсиса станет всеобщей равнодушией. Да, к сожалению, сейчас один в поле не воин, но человек тогда становится спасителем другого, когда сам вылечивается и справляется для выздоровления и дана людям религия. Спасибо, Сергей. Тогда в тему могу историю рассказать о выразумлении одной девушки, которая пришла к вере через любовь, влюбленность, по крайней мере. Потому что очень-очень уж она за одним парнем бегала, и тот тоже оказывал ей знаки внимания. А потом, когда дошло время до того, чтобы начать встречаться, оказалось, что парень-то верующий, ну, вроде бы как свадьба или не свадьба. Вот. И девушка так впечатлилась этим, что парень такое делает предложение, да, мог бы воспользоваться, как мерзавец, таким ее вниманием, а тот ставит такие условия. И в результате тоже стала ходить в храм, интересоваться этим и читать духовную литературу. Вот такое приятное выразумление через такую хорошую штуку, как взаимоотношения. Ну, естественно, у мам выразумление чаще всего происходит через детей, через какие-то порой забавные происшествия, ну, а чаще, конечно, через происшествия печальные. Больше через жизни происходит через детей. Ну, да. Вот, например, Екатерина Непочатова пишет, не знаю, по теме ли, но несколько лет назад шла однажды на консультацию к экзамену, был конец сессии, конец отпуска на работе одновременно. Шла и мысленно роптала, вот опять беготня с пары на пару, с работы на работу, никакого отдыха. И через минуту случилось нечто, вследствие чего оказалась в больнице, прикована к постели и на больничном еще месяц. Вот, получила отдых в кавычках. А Екатерине отвечает Юлия Михайлова, вот как раз, что я говорила про мам. Всем здравствуйте, согласно с Екатериной, у меня был похожий случай. Ребенок с утра не слушался, капризничал, я была вся напряжена, роптала в этот день много, как мне тяжело. А к вечеру у ребенка поднялась температура. В общем, получилось так, что мы с мужем менялись целую ночь, чтобы хоть как-то поспать и отдохнуть. Это я к тому, что лучше всех вразумляет нас Господь через обстоятельства, потому что кто бы нам что ни говорил и каким бы авторитетом он ни был, пока собственной шкурой не прочувствуешь, что может быть намного хуже, не поймешь. За редким исключением, наверное. Катя Юлия, спасибо вам. Все время работает вот эта поговорка, гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот какая-то она очень слишком актуальна. Может, потому что мы не хотим вразумляться через что-то хорошее? Ну, когда нам хорошо, мы же про Бога так вспоминаем. Вот где-то на периферии нашего сознания. Вот вразуми-ка нас, попробуй. Но, кстати, я не совсем согласна с утверждением, что больше мы вразумляемся через обстоятельства, чем от людей. У меня была ситуация много лет назад, когда дети были еще маленькими, у меня были такие неофитские закидоны. Мне казалось, что вот можно как-то вот детей вот форматировать вот так, как вот, знаете, как жития святых. Любил молиться. Все сидел в уголочке. С детьми не играл, не шумел, слушался. Вот. То, что это совершенно избранные, уникальные случаи, да, и что невозможно вот так вот всех воспитать. Это же приходит с опытом. Да, ну как-то так вот это, да. Вот. И я помню, как две мои подруги со мной поговорили настолько убедительно, что, в общем, какое-то прозрение наступило. И, слава богу, я им очень благодарна. Это было вразумление. Для меня это, конечно, где-то была и шокотерапия, но она была настолько полезная, что я до сих пор помню, хотя уже, в общем, все большие, и да, и никто в уголочке так вот не сидит играть в силу. Слава богу, что через людей, а не через какие-то обстоятельства в данном случае. Ну да. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Мы были с внуком на даче. Алло, матушка. Я вам рассказываю эпизод. Да, да, да. Как вас зовут? Откуда звоните? Мы с маленьким внуком были на даче. Ему было три годика. И нужно до остановки идти пять километров. Нас обещали подвезти, не приехали. А нужно обязательно было идти. Я тогда встала, помолилась перед иконой. До слез у меня там. Ну и говорю, господи, как я дойду с таким маленьким? Я его не донесу, а он идти не сможет. Помоги нам. Ну и пошли. И он бежит впереди меня. Пять километров этих пробежал. Вышли на большую дорогу. Голосую, голосую. Нас никто не берет. Все мимо проезжают. Уже темнеет. Звезда уже. Потом подняла уже без надежды руку. Останавливается машина. Выходит священник. Вам куда? Я ему говорю, куда. Говорит, ну садитесь. И вообще-то не туда, но я вас довезу. И до самого дома довез. Вот как мне помогла молитва к Господу, когда я обратилась. Слава Богу. А давайте еще с вами познакомимся. Пожалуйста, ваше имя, отчество и откуда вы звоните нам? Я звоню из Ивановской области, поселок Петровский. А как вас зовут? Наталья Тихоновна. Наталья Тихоновна. Очень приятно с вами познакомиться. Спасибо вам за этот рассказ. Спасибо. Вот пример положительного вразумления. Как раз когда человек сначала помолился, а потом что-то произошло. Вообще-то было-то непросто на самом деле. Бабушка-то, смотри, как переживала. Даже сейчас вот до слез. Андрей Сметанолюбов. Так. Здесь пример через скорби. А то от человека, который решил повеситься, но так, чтобы вроде бы как и не он сам. А так, чтобы сказать потом Богу, что он сделал это с Божьей помощью. И вот он встал на табуретку, взял в руку веревку с петлей, а другой рукой перекрестился и говорит, ну Господи, помоги. И в этот момент табуретка трескается, он падает на пол, ударяется головой, но приходит в себя потом. И вот такое вразумление. Потрясающе. Кстати, Андрея, поздравляем с Международным Днем Больших Букв. Ксения Кабанова про вразумление. Куча примеров с тем, как через болезни наших детей Господь нас утешает. Вразумляет любая мама это проходило. Ну, Ксения, подписываюсь. Просто подпишусь под словами Юлии. Однажды мы никак не могли принять решение. Муж предложил помолиться и бросить жребий. У нас было три варианта. Да, нет и через год. Хотелось, чтобы исполнилось наше желание. Но жребий штука жесткая, выпало нет. Нет, вразумил Господь через жребий так, что пришлось потом поплакать, поплакать и вразумиться. Ксения, спасибо, и у нас звонок. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Васильевна. Я работала в школе, и нам нельзя было боиться Богу. Нам запрещено было. И вот с моим ребенком случилось несчастье. Он был в клинической смерти. Я ходила в больницу, заламывала руки и плакала, что делать. И женщина мне сказала, молитесь. А я сказала, как? Она сказала, своими словами. Я говорю, не знаю ни одной молитвы. Она сказала, своими словами. Я молилась. И вот я трое суток с поселением своим ребенком, делая ему искусственное дыхание, и молилась. Разговаривала просто с Богом. И я почувствовала, что я не одна. Сейчас я даже вспоминаю и волнуюсь. А с ребенком то что? Я чувствую, что я не одна. И с тех пор я стала идти к Богу. Я теперь постоянно к Богу хожу. Верую, причащаюсь. И я очень рада, что я сейчас прихожатка храма. Вот так у меня произошло разумление. А теперь и дочь моя тоже верует в Бога, тоже ходит со мной в храм. И я и детей своих тут тоже приобщаю к молитвам и постоянно слушаю ваш канал. Спасибо, Татьяна Васильевна. Слава Богу. Слава Богу, что все хорошо. Чаще мы вразумляемся через болезни, через скорби, через тюрьму, через войну. Это бесконечно можно продолжать. Ну и дай Бог нам все-таки вразумляться в мирных условиях. В добре, в радости, в спокойствии. Ну а если через скорби, то чтобы хотя бы мы это слышали и исправлялись. И все было так, как угодно Богу. Друзья, у нас осталось полминуты только на то, чтобы попрощаться. Пожелать вам всего самого доброго, добрых, радостных вразумлений. С вами были Лев Бахолдин. Светлана Владимировна. Программа «Честное мнение даст Бог» в понедельник. Увидимся. До скорого.